Девушки отдыхают Компания Тигр А в реальности она красивее, чем на портрете, я прав? Я не могу идти дальше, у меня нога болит Так у тебя нога болит? Хочешь поменяться со мной местом? Ладно, когда слизишь, я не стану связывать тебе руки Подойди Сперва спрошу Куда ведёт эта дорога? На запад Видела, как там восходит солнце? Знала, что ты начнёшь придираться Если бы знала, что будешь так относиться ко мне, я бы... Тебе лучше быть честной со мной Помедленнее! Помедленнее! Ленсюэ, может, посадим её на лошадь? Нет, эта девушка очень хитрая Забыл, что она закрыла Ленсюэ в охотничьей ловушке? Раз плохо её знаем, лучше быть осторожными Верно Все обсуждения оставьте на потом Он точно хладнокровное животное У меня нет больше сил Я не могу идти У неё даже не осталось сил кричать на нас Может, дадим ей передохнуть? Ей! Эй! Куда делся твой громкий голос? Что с тобой произошло? Ленсюэ! Вот, поешь немного Я съем это Что за запах? Воняет Теперь тебе не придётся идти Сиди здесь Тут вполне комфортно Я даже нашёл тебе попутчика Если тебе нравится Сам с ними сиди Я купил его для тебя Другие пожелания имеются? Здесь грязно и воняет Я не хочу Будь паенькой И оставайся здесь И больше не жалуйся Хозяин Простите за беспокойство Конечно, конечно Эй, не подходи ближе Не приближайся ко мне Ты так мила Почему бы мне не побыть поближе к тебе? Что за невезение Встретилась с поросёнком-извращенцем Я ещё встретила эту четвёрку избранных Которые даже свиньи не стоят Какие красавчики Нашли красавцев Уступите дорогу Это пойманные наложницы-беглянки Их отправляют в императорскую гробницу Они больше никогда не вернутся Какая жалость Хорошие девушки должны пропасть в гробнице Да, точно Ты знаешь, нет ничего хуже этого Одна из них сбежала к возлюбленному Её должны казнить Правда? Точно При виде этих девушек Моё сердце сжимается Поехали Мы должны доложить императору Проходите сюда Что необходимо молодым господам? Хозяин, дайте нам лучшую комнату Конечно Что за вонь? Пахнет свиным дерьмом Человек, от которого воняет, не может поселиться? Можно, можно Господа, я предоставлю вам комнату Прошу за мной Иди же Мы уходим Закажем еду и на вас Идём Господа Это наша самая лучшая комната Здесь есть небольшой зелёный сад Принесите горячей воды Хорошо Вам надо хорошо помыться Вы Он правда жестокий человек Сделал из меня грязнюлю И по-прежнему хочет отправить меня во дворец Госпожа Чу Помойся и переоденься Потом поешь Что, собрался смотреть, как я моюсь? На что мне там смотреть? Я пытаюсь понять, что за уловки ты ещё придумаешь Лен Цюэй Давай выйдем Забыл сказать Не трать свои силы Ты не сможешь убежать Тогда и я скажу тебе кое-что Не подсматривай Клиент, вот ваш заказ Приятного аппетита Хозяин Принеси ещё рис и тарелок Ладно Сейчас, когда увидел, как девушек увозят На сердце кошки скребут Этих красивых девушек отправляют на смерть Какая жалость Как жалко Слова Джуэймина правдивы Я тёмная звезда Я рождён с тёмной жизнью Все, кто попадёт в мои руки, заканчивают плохо Обычно в твои руки попадают плохие люди Но Чу Йен Цюэ другая Верно Чу Йен Цюэ, которую мы поймали, действительно невинна Но, полагаю, она закончит так же, как и другие девушки, которых мы видели Эй, тебя волнует столько еда У тебя что, вообще нет чувств? Наша обязанность ловить преступников И поддерживать власть императора А то, как она закончит Нас совсем не касается У тебя вообще нет сострадания? Ешьте быстрее Кушай, кушай Выпей вина Выпью немного Так воняет Это пойманные наложницы беглянки Их послали в императорскую гробницу Они больше никогда не вернутся Какая же жалость Хорошие девушки должны пропасть в гробницу Юй Сестрёнка Прости Не думала, что будут такие последствия Нет Я должна сбежать отсюда Чем больше думаю об этом, тем моё сердце Тогда не думай об этом Кушай побольше Отнеси ей еду Пусть поест Я собираюсь в дворец доложить Этот вопрос считаю исчерпанным Неужели тебя совсем это не трогает? Твоё сердце сковано ледяным панцирем Четвёрка злодеев ещё не поймана Если сравнить Как думаете, что важнее? Четвёрка злодеев – важное дело Но сперва нужно разобраться с этим Сейчас мы поймали Чу Йенсюэ Но в действительности Она не виновна Ленсюэ, как насчёт Приказ императора поймать наложницу Мы должны выполнять свой долг Не вмешивая эмоции Надеюсь, вы сможете Разграничить эти вещи И куда ты собралась? Куда собралась? Как может слабая девушка, как я, сбежать? Находясь в ваших руках Поешь немного Быть сытым призраком тоже хорошо Я не хочу есть Ты съешь? Я съем А теперь куда собралась? Мне жарко Дышу свежим воздухом Тогда хорошо Я останусь здесь и составлю тебе компанию Я не хочу дышать с тобой одним воздухом Вот неприятность Попался? Так и знала, что ты здесь Что за напасть? Вот незадача Этот придурок всюду следует за мной Ледяной чурбан Эй! Вы все жестокие! Заставляете меня идти во дворец, чтобы я спала с императором Или меня казнят! Живой или мёртвый, я не вернусь с вами! Что там происходит? Неважно, мы вчетвером будем стоять на страже Будет трудно упорхнуть Ленсюэ, мы правда должны так поступать? А вдруг правда что-нибудь произойдёт? Я собираюсь проверить её! Не беспокойся Не беспокоиться за меня? Да что же это такое? Раз я должна умереть, тогда я умру прямо сейчас! Что со четвёркой избранных? Лев Тигр Черепаха Осёл! Вы все безжалостные животные! Вы Вы Принесёте императору только моё бездыханное тело! Похоже, она правда собралась убить себя Разжалобить пытается Может, посмотрим? Она вас дурачит Что такое? Наконец успокоилась? Прекрасно! Она, наверное, умерла Я войду Госпожа Чу, ты в порядке? Ты правда умирать собралась? Госпожа Чу, из-за возвращения во дворец не стоит умирать Если умрёшь, что мы ответим Его Величеству? Вы просто пойдёте и скажете императору, что наложницу заставил умереть император, и вы четвёркой избранных! Никто тебя не заставлял! Это ты сама ищешь смерти! Ты заставляешь меня идти во дворец и спать с императором? Или меня обезглавят? Если это не принуждение, тогда что? Приказ императора Приказ императора даёт право так бессердечно поступать? Или у тебя нет сердца? По правде, если отправим её обратно, тогда её судьба Если мы её не вернём, Тогда ничего не случится Мы правда должны выполнять императорский указ? Я рождена влачей жалкое существование Сначала меня предал двоюродный брат Потом я встретила жестоких бакуаев Чем я заслужила это? Похоже, мне осталось только умереть! Девушка! Не держи её! Пусть продолжает своё представление Госпожа Чу Всегда найдётся решение Возможно, мы... Что хочешь сделать? Давай выручим её Планируешь отпустить её? Отпустить её! Нас обвинит Его Величество! Нет, не сможем сохранить головы Мы отпустим наложницу И скажем Его Величеству, что она совершила самоубийство, прыгнув в ущелье Хорошая идея! Тогда даже тело не найдут Так Его Величество не сможет... Нет! Лгать императору это преступление Мы должны наблюдать, как она пытается убить себя Чувствую, что это неплохая идея Мне правда жаль её Когда я увидел этих девушек в повозке Каждую из них Моё сердце сжалось Ты тоже знаешь, что ждёт этих девушек После возвращения во дворец Её ждёт незавидная участь Как только вернётся, её жизни придёт конец Вообще-то обман с погибшей наложницей может сработать Но если она не попадёт во дворец Как она будет зарабатывать на жизнь? Я могу... Замолчи! Понимаете, что она не сможет найти кров и будет странствовать? Как насчёт того, чтобы отправить её в Дом Весенних Цветов? Дом Весенних Цветов? Что это за место? Дом Весенних Цветов? Ты должна хорошо подумать Будешь прислуживать разным мужчинам Принося вино или чай Это физическая работа Как только попадёшь в Дом Весенних Цветов, будь осторожна Иначе вместо чая будешь подавать себя А, будешь играть на цинь, петь и прислуживать всяким грязным старикашкам Восхищаться их остроумием и ещё Что? Спать с ними Тогда лучше умереть! Девушка, девушка, он просто шутит, не принимай всерьёз Ты всё ещё дочь градоначальника Ху Джао Девушка из высшего общества Я придумал, пусть идёт на службу в Небесное управление в качестве прислуги Госпожа Чу, сейчас тебя разыскивают Под этим небом у тебя нет шансов спрятаться Только Небесное управление – безопасное место Ты согласна? Раз не хочу во дворец и в такое место, как Дом Весенних Цветов Мне всё равно, куда идти Задумайтесь, если она пойдёт в Небесное управление Каждый будет знать, что она Чу Йенсюэ Как мы будем это объяснять? Она может поменять имя Хорошая идея Тогда никто не узнает, что она Чу Йенсюэ Так мы спасём её жизнь и совершим благородный поступок Значит, вы трое Уверены, что хотите помочь ей? Вначале я не хотел помогать ей Но когда увидел техналожниц Моё сердце правда Даже если я тёмная звезда мира Но я тоже не хочу, чтобы госпожа Чу погибла из-за меня Мои добренькие братья Собрались выступить против меня? Сейчас всё зависит от тебя Что ещё? С этого момента Забудь своё имя И какое имя мне выбрать? Имя, которое позволит тебе выжить Давай Мама Обучит тебя некоторым словам Для меня и тебя все эти слова очень важны Так что ты должна постараться их запомнить Поняла? Поняла Трава по пути пожухла Вернётся ли старый друг? Трава по пути пожухла Вернётся ли старый друг? Хорошо Ну как? Охрана по всему периметру Я отвлеку охранников, а вы проведёте госпожу Чу Не стоит так усложнять Вытащи свои руки Для чего? Быстрее Если не хочешь идти во дворец Тогда полезай в мешок Избранный В столице произошло много преступлений Начальник Джуга приказал досматривать всех Даже мы не исключение Начальник Джуга приказал С сегодняшнего дня Не важно, какое у вас звание Досматривают всех без исключения Оставь его, Ленсюэ Раз это приказ от начальника Джуга Давайте не нарушать правила Кто-нибудь знает, кто внутри этого мешка? Кто? В этом мешке один из тех, кто совершил много плохих дел Большой злодей из Дзянху Гу Ян Чоу Верно Это Гу Ян Чоу Было трудно привезти его сюда для допроса Если мы опустим мешок, тогда он убежит Проблем не оберёшься Этот ненавистный человек очень проблематичный Откуда женский голос? А какая разница, мужской или женский? Он освоил магию Инь Ян Он мужчина Днём, а ночью женщина Смотрите Уже темнеет Поэтому женский голос от него это нормально Раз всё нормально, дайте посмотреть Братья Думаю, что на этого полумужчину-полуженщину лучше не смотреть Ни мужчины, ни женщины Сбережёшь нервы Ах? Пойдём Так душно и воняет Забыл сказать То, в чём тебя несли Мешок для трупов В него собирают части тел во время расследования Джо Эймин, не пугай её Ты? Нужно кое-что обсудить Управляющая слугами очень строга и неподкупна Отправляя Лимо в служанки Мы не сможем гарантировать, что она останется У меня идея Точно сработает Что за идея? Тактика красавчика Ти Шоу Обычно ты разумен Как тебе такое в голову взбрело? Ты и Лен Сюэ нравитесь сестре Чун Пин? Разве это секрет? Кто в небесном управлении не в курсе этого? Сейчас нам необходимо Принести вас в жертву Ву Тин Ты сделай это Госпожа Чу, побудь здесь Никуда не уходи Мы подготовим всё Вы поймали сбежавшую наложницу Чу Ян Сюэ? Наставник, наложница Чу Ян Сюэ прыгнула в ущелье и погибла Раз уж нам ничего не изменить Передадим императору всё как есть Если его величество решит обвинить кого-то Я готов понести наказание Я умолю императора не наказывать небесное управление Чу Ян Сюэ готов понести наказание Ти Шоу тоже Хватит, вас не должны волновать подобные вещи Я пойду и расскажу об этом императору Когда вы отсутствовали, в столице снова произошло нечто громкое Наставник, что произошло на этот раз? Из всех темниц города В одну ночь без следа исчезли все преступники Разве совсем нет улик? Вся трудность в этом и заключается Похоже на прошлый случай с исчезновением тел Это совершил один человек В том районе дул странный ветер Не было никакого ветра Всё было спокойно Преступники исчезли вместе с охраняющими их стражами Наверняка из-за того, что всё произошло на их глазах Не осталось ничего Даже следов ног и тонет Кто-то сказал, что это демоническая магия Демоническая магия? Да В эти дни жители столицы пребывали в страхе После наступления темноты все запираются в дома И даже малые дети стараются не шуметь Шестой департамент Также послал кого-то расследовать это Но они ничего не нашли Начальник шестого департамента Хан Лун Считает, что это воля небес Чтобы затруднить работу Наставник Это не может быть демоническая магия Тешоу Ты читал много исторических хроник Что ты думаешь об этом? Недавно я просматривал исторические документы И обнаружил одно заклинание Его создал Фань Ин из династии Хань В книге «История восточного Хань» Написано про ураган, идущий с запада Фан Ин писал, что в Ченду был великий пожар Из-за отсутствия влаги Есть слова Очевидца из Шуду Темные облака пришли с востока И пролился большой дождь И пожар потух Фан Ин собрал воду из моря При помощи своего заклинания И потушил огонь Наш враг непростой человек Развладеет этим И в его подчинении Лучшие мастера боевых искусств Этот человек планирует что-то грандиозное Должно быть, это он Когда этот человек был молод, он был очень силен Он служил при дворе Пока однажды не встретил девушку по имени Деву Они были прекрасной парой Но император забрал ее, чтобы сделать императорской супругой Так он оказался в плену любви Он попросил у императора Позволение удалиться на покой И с тех пор не вмешивался в мирские дела Судя по всему Я должен найти время Для встречи с ним Мамачка Ты где? Ты знаешь, мне очень страшно И я не знаю, как выбраться из этой ситуации Завтра Я останусь здесь служанкой Мам Я скучаю по тебе Яохуа Брат Лен Как твое здоровье? Немного получше Пару дней хорошо отдохни Не занимайся пока расследованием Как такое возможно? Сейчас самое важное Поправить твое здоровье Брат Лен Я чувствую Что мы все больше отдаляемся друг от друга Я хотела многое сказать Но сейчас Я не могу подобрать слова Яохуа Не переживай об этом Я думаю, что с возрастом У нас появляется много лишних мыслей И мы не можем все их выразить Прошло уже три года А твоя рана еще полностью не зажила Ты все еще помнишь Яохуа Брат Лен Брат Лен Я знаю Ты никогда не ценил Любовь и привязанность Но я просто хочу Чтобы ты жил в безопасности Ты знаешь Что в моем сердце Не было никого другого Не волнуйся С тобой все будет в порядке Это ожерелье из зубов волка Носи его Оно сможет защитить тебя Брат Лен Это ожерелье было у меня долгое время Теперь Я могу вернуть его владельцу Я отдал его тебе Оно может защитить тебя Пусть защитит тебя Послушай меня Носи его Брат Лен Я правда счастлива Мы словно вернулись в прошлое Ву Тин Время показать все, на что ты способен Только от Чун Пин Зависит Останется ли здесь Чу Лимо Ты должен приоткрыть тело А ну проваливай Не бойся Она такая только с девушками Тебя это не коснется Я ее подготовлю Сестра Чун Пин Избранный Джу Аймин Если будешь так неожиданно врываться Мое сердце выскочит из груди Я по делу Есть девушка из моего родного города Она приехала сюда и нуждается в помощи Ты ведь знаешь Я одинокий человек Мне негде ее поселить Хочу привезти ее в небесное управление Чтобы она стала служанкой Можно? Избранный Джу Аймин Это же небесное управление Сюда нельзя попасть просто так Я несу ответственность за всех местных служанок Ты ведь ничего о ней не знаешь Как я могу принять ее? Сестра Чун Пин Ты можешь быть неуверенна в ней Но ты ведь знаешь Что я хороший человек Верно? Да ладно У избранного Джу Аймин Известное имя Но ты тот еще ловелас Если она твоя игрушка для утих Тогда это совсем неправильно Верно? Сестра Чун Пин Я вырос во дворце Получил хорошее образование Я знаю, что значит учтивость и стыд Сохрани меня Мужчины, как только увидят красотку Сразу забывают об учтивости и стыде Кто знает, что у тебя на сердце? Сестра Чун Пин Сестра Чун Пин Избранный Ву Тин От твоего голоса, произносящего мое имя В моем сердце распускаются цветы Честно говоря, в моем родном городе есть девушка У нее рано умерли родители Ей не на кого положиться Я прошу об одолжении Нет проблем Раз уж об этом просит избранный Ву Тин Я очень постараюсь Я пойду Я пойду Я тоже пойду Избранный Ву Тин Не уходите Останьтесь поговорить со мной Послушай, сестра Чун Пин Ты самая везучая женщина во всей столице Джу Мин Избранный Ву Тин Чун Пин, я... У меня появилось неотложное дело Вернулся? Что здесь делаешь? Конечно, я ждал тебя Ждал меня? Что делаешь? Осматриваю твое тело Разве Чун Пин Не оставила никаких следов на тебе? Смеешь спрашивать? Оставил меня на растерзание Так должен поступать брат Это и есть быть братом, брат Я специально оставил вас Чтобы у вас все получилось Знаешь ведь Подобными вещами Можно заниматься только вдвоем Ты возомнил, что между мной и Чун Пин Что-то произошло? Да мне все равно Просто хочу знать Чем вы занимались в комнате Мы ничем не занимались Даже крохотного поцелуйчика Эй, за кого ты нас принимаешь? Хотя ты прав Чун Пин Трудно соблазнить Ты можешь помолчать немного? Я знаю, что твое сердце уже занято Твое сердце не трепещет от других девушек Не сердись, ладно? Я просто пошутил Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Субтитры создавал Dimares Luny Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!